приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня поговорим о том какие предметы какие подарки нельзя дарить многие из вас даже не думают об этом а потом задаются вопросом а почему в моей жизни происходит те или иные печальные события дело в том что вы дарите вещи предметы которые нельзя ни в коем случае дарить давайте вместе с вами будем разбираться какие подарки имеют негативную разрушительную энергетику и как это может отразиться на вашей жизни прямо сейчас ставьте лайк поддержите нас подписывайтесь на наш канал заходите на наш канал даже всех благодарим за донаты вы знаете есть такие вещи есть такие предметы в нашей жизни которые нельзя дарить и принимать в дар каждой вещи присуща своя энергетика своя определенная вибрация когда вы поэтому когда вы будете дарить неправильные вещи вы будете притягивать в жизни человека как положительные события так и разного рода неприятности беды проблемы а когда примите один из таких подарков вы нарушите свое энергетическое поле что повлечет за собой неприятности вашей жизни до подарки это неотъемлемая часть нашей с вами жизни мы дарим их и получаем но есть целый ряд предметов которые не стоит дарить и принимать для того чтобы не привлечь беду и неприятности как в чужую жизнь так и в свою и это связано с народными приметами и поверьями которые передавались из поколения в поколение вы знаете наши предки были очень мудрыми людьми мы уже говорили они неоднократно что они не имели не интернет они не имели энциклопедий даже света не было если мы возьмем еще два-три поколения назад но они эти знания передавали и сегодня если вы слышите от своей бабушки своей прабабушки что это не надо дарить это не не дело это не бери это не говори задумайтесь что это все неспроста и наоборот запишите у себя в своем подсознании и не делайте этого потому что это действительно непросто и так первое что ни в коем случае нельзя дарить это ножи также не нужно дарить любые острые предметы вилки кинжалы булавки ножницы маникюрные наборы все что острое запомните она притягивает негативную энергетику именно такие вещи привлекают к новому владельцу неприятности такие подарки передают и плохую энергетику которая в большом количестве сосредотачивается на острие и подарив такой подарок например паре вы можете даже разрушить семью принеся такой подарок в дом вы подвергаете всю семью на неудачи поэтому бывает так что вам преподнесли подарок такого рода тогда в этом случае обязательно отдайте за такой подарок несколько копеек так вы нейтрализуете плохую энергию и как бы тем самым вы покупаете эту вещь или эти вещи и обязательно скажите оплачено вы уже отрезаете и энергетически не разрешаете перейти этому негативу вашу жизнь далее друзья следующий подарок это зеркало мы неоднократно говорили о том что зеркало имеет магические свойства поэтому не нужно их дарить и принимать в дар зеркалам свойственно впитывать в себя энергию при этом независимости она хорошая или плохая у многих народов зеркало считается плохим атрибутом особо опасными считаются старинные зеркала так как они уже впитали в себя и хранят энергетику всех тех людей которые ранее пользовались ними из поколения в поколение также опасными считаются зеркала которые имеют острые углы и зеркала которые были в пользовании особенно у людей которые старше вас такие зеркала нельзя принимать в дар не ни под каким предлогом так как очистить их от плохой энергетики невозможно такой подарок принесет вам только беды дарить зеркало также нельзя так как с ним вы дарите человеку и свою энергию что приведет вас к неудачам зеркала принесенные в дом принесут вам неприятности если уж вы не смогли отказаться такого подарка посыпьте зеркало солью и заверните мокрую ткань чтобы она полежала так несколько часов потом сотрите эту соль выставьте его за окно и покажите ему солнце деревья это делается для того чтобы напитать его положительной энергией но это не относится к старинным подаренным старшим человеком и зеркалам с острыми углами потому что они чрезвычайно опасны еще что хотим сказать касательно зеркал очень часто мы с вами любим приобретать зеркала по какому-то скид по кому-то дисконту по скидке и так далее запомните и зеркала которые находятся на витринах они записывают всю информацию которая проходит через них и нет понятия у зеркала что это плохо или это хорошо поэтому когда вы покупаете зеркало независимости маленькая большой смотрите чтобы она была упакована прямо вот была заклеена тем же скотчем на именно была фабричная упаковка что никто до этого не открывал и не смотрелся в него это очень важно многие люди не думают об этом думает о увидел по какой-то акционной а копова пацана какая-то акционная скидки идут берите большие и человек начинает покупать но при этом вы таким образом такое зеркало приносите в свой дом и в квартиру и это зеркало начинает транслировать определенной энергии вы должны понимаете то что может быть такая ситуация что сразу ничего вашей жизни или вашем доме не произойдет но пройдет какой-то определенный период времени вашей жизни начнут происходить события и очень часто люди даже не догадываются о том что это было зеркало также старайтесь в своей жизни в своем доме использовать зеркала или овальные или круглые не стоит использовать зеркала именно с углом потому что она разрезает энергию и тем самым наносит вред также старайтесь никогда перед зеркалами не плакать не рыдать не проклинать никого не ругаться ни с кем очень часто бывает так что люди любят перед зеркалом разговаривать по телефону это тоже не стоит делать потому что зеркало на все запоминает записывает а потом транслирует также если вы находитесь в общественных местах убирайте привычку любоваться с собой особенно это бывает в ресторанах где есть большие зеркала в уборной комнате на каких-то в каких-то заведениях связанных развлекательных там как правило большие зеркала и заходишь и видишь как многие девушки барышни вот прямо собой любуются и в то же время обсуждать плохо хорошо помните о том что вы не знаете как это со временем отразится от вас представьте себе что возможно вы зеркало показали что-то рассказали что-то хорошее а в этот момент произошла трансляция зеркала чего-то плохого потому что люди могут заходить и плакать рыдать проклинать делать какие-то гадости помните об этом далее друзья кошелек в принципе в принципе кошелек можно дарить но делать это нужно правильно если его подарить неправильно то нищета станет вашим спутником и того кому вы сделали вот такой вот неуклюжий подарок поэтому никогда не дарите пустой кошелек это изначально символ отсутствия денег перед тем как дарить кошелек ему обязательно нужно положить какую-нибудь купюру тогда у человека которому вы его подарите будут финансы и удача но все равно нужно с таким подарком быть осторожным чтобы не передарить свою энергию денег в другие руки кошелек также должен быть новым и когда вы дарите старый кошелек вы отдаете свои финансы вы скажете а что так могут люди дарить старые кошельки да могут бывают такие ситуации что например вы попользовались пару раз и вам не понравилось что-то у вас еще осталось коробочка вас остался чек и вы таким образом передариваете кому-то кошелек ни в коем случае не стоит этого делать также кошелек должен иметь темные оттенки либо быть красного цвета а вот светлые оттенки ассоциируется с водой и воздухом деньги в таких кошельках не задерживаются если вы вдруг принесли в подарок пустой кошелек попросите если вам вдруг в подарок принесли пустой кошелек попросите положить туда купюру чтобы нейтрализовать энергию бедности это же самое касается и сумки бывает так что вы где-то например увидели какую-то сумку красивые решили подарить своей подруге или своей сестре или своей маме здесь тоже никогда не дарите пустую сумку потому что да когда вы дарите пустую сумку вы дарите и пустоту энергию безденежной нищеты и проблем которые опять же связаны с деньгами далее часы вы знаете часы дарить нельзя это подарок имеет очень глубокое сакральное значение часы символизирует не только время но и его ограничение обратите на это особое внимание когда вы дарите часы вы как бы ограничиваете время человека в этой жизни которому делаете такой подарок поэтому часы дарить нельзя они сокращают жизнь тому кому вы их дарите если часы которые вам подарили сломаются или остановятся то вас ждут большие неприятности и неудачи ни в коем случае нельзя дарить часы пожилым людям так как это может навлечь на них беду если вы надумаете подарить часы близкому человеку то это приведет к частым ссорам а в будущем может привести к расставанию если вам сделали такой подарок чтобы обезвредить и его за часы нужно заплатить хотя бы мелкой купюрой и сразу же поставить правильное время на них если вы же очень настроены преподнесли такой подарок кому-то также возьмите за него денежку а вообще научитесь никогда никому не дарить часы хотите кому-то что-то подарить лучше всего лучше всего дайте денежку или дайте сертификат и пойдите или пусть человек сам попадет и купит то что ему нужно да вы скажете я хочу чтобы ты купил себе часы я даю на это деньги я хочу чтобы было бы мне память но ты должен самый помнить о том что часы это не просто аксессуар это еще и энергия времени далее никогда не дарите платки и носовые платки дело в том что именно платки носовые платки являются символом слез и горя именно подаренный платок может при привести к плачу и печали в жизни человека который его получил поэтому старайтесь никогда не преподносить в дар платки носовые платки для того чтобы избежать любых печальных событий далее никогда не дарите перчатки перчатки стены символизирует разлуку и конфликт так как в прошлом их бросали в знак вызова на дуэль поэтому если вам подарят перчатки даже если они будут самые какие-то дорогие какие-то необычные и так далее предложите взамен монету чтобы нейтрализовать негативный эффект далее ни в коем случае никогда не дарите жемчуг в жемчуг ассоциируется со слезами и печалью когда вы дарите жемчуг это предвещение слез и горя для того кто его получит поэтому если вы получаете жемчуг в подарок будьте готовы к возможным эмоциональным испытанием поэтому если вы кому-то хотите подарить жемчуг потому что этому человеку это идет или человек нравится и так далее и так далее то лучше пойдите вместе человек сам выберется своими глазами потрогает своими руками выберет это а вы заплатите это будет самое правильное далее никогда не дарите крестики и любые религиозные религиозные символы почему так как это может символизировать тяжелые испытания и крест который человек должен будет нести в своей жизни поэтому если вам что-то такое подарили лучше дайте человеку монету вообще вы должны понимать это что есть одно понимание когда вам дарит ваша мама условно крестик или икону или когда он дарит ваша соседка это две большие разницы к сожалению через религиозные символы делаются подклады человек об этом не знает и это может приводить к тем или иным печальным событиям поэтому чтобы такого не было научить своих друзей знакомых родственников никогда такое не дарить даже если ты день рождения и это вы думаете что это дорогой подарок лучше опять же возьмите пойдите в магазин в салон где продаются условно крестики религиозные символы и пусть человек своими руками выберет бывает так что человек бывает каких-то поездках и ему вот что-то очень сильно понравилось и он хочет купить и подарить вы должны понимать первую очередь то что вы должны внутренние почувствовать что действительно этот подарок будет важен и нужен далее ни в коем случае никогда не дарите животных особенно это касается кошек и собак почему потому что это при может привести к несчастью кроме того вы должны понимать это что животные это не игрушка они требуют заботы они требуют привязанности и такой подарок может обернуться какими-то проблемами поэтому во первых когда вам подарили животное независимо даже если это будет птичка какая-то всегда покупайте за монету а если вы хотите сделать такой вот подарок всегда обсуждать что вы например хотите подарить собаку даже если она будет породистая или кошечка и сейчас много разных всевозможных животных и так далее и так далее дарятся но всегда это нужно обсуждать если вы не обсуждаете то к сожалению вы должны понимать это что это может привести в какой-то момент к определенной беде далее никогда не дарите ленты и веревки именно ленты и веревки символизируют ограничение и узлы подаренные лента могут привести к ограничению свободы и проблемы в жизни получателя и если вам дарят в ленту ленты или веревки мы здесь не имеем в виду вот укра как украшения дарят а вам дарят именно это например если вы шьете что-то до вяжите вам это нужно по вашей именно профессиональной деятельности ни в коем случае не принимайте такой подарок потому что это действительно в вашей жизни может какой-то момент наступить беда поэтому всегда обращайте внимание или старайтесь проговаривать касательно подарков чтобы не привести никакой беде поэтому подарок это энергия в первую очередь вы должны об этом понимать который вы обмениваетесь человеком которого преподносите подарок или наоборот берете энергию от человека который вам делает подарок и выбирать их нужно не только обращая внимание на вкус и кому вы собираетесь сделать подарок но изучать что правильно дарить чтобы не создавать себе и другим людям проблем получается вроде подарок это хорошо и несет хороший посыл а в результате может выйти все наоборот беды и несчастья поэтому лучше не спешите правильно подходить к этому вопросу и не забывать что для того чтобы нейтрализовать плохой подарок который вам преподнести на крайний случай заплатите за него символическую плату бывает так что люди не готовы принимать эту символическую плату тогда вы должны задуматься о том а что же в действительности вообще происходит почему человек не хочет это принимать а возможно он принес вам не просто подарок а он вам принес беду ваш дом и вашу жизнь помните пожалуйста всегда смотрите на те знаки которые появляются в вашей жизни друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на наш канал на прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ друзья услышимся с вами же буквально в следующем видео